Программа в действии Для Тульской области это программа жизни и смерти, потому что у нас очень много аварийного и ветхого жилья, и вот до 1 сентября 2017 года мы должны построить 320 тысяч квадратных метров и переселить почти 16 тысяч человек из аварийного жилья. Но еще у нас впереди большая работа, это еще 2 миллиона ветхого жилья, по которому тоже надо работать, но сегодня это большие такие отчеты для чиновников, вот, а сегодня я хотел вас всех поздравить, поздравить с этим долгожданным днем. Сафоновой Клавдии Ивановне! Подождем чуть-чуть. Ну, понятно. Ну, я думаю, что сроком мы успеем. Понятно. К концу июза, в начале августа он будет готов, да? Ну, отлично. Монтаж вот этого модуля как раз производится вот таким простым способом, в отличие от того, что делал вот раньше, прикручивая бут. Вот это нам позволяет минимальной численности... Вот, соответственно, вот, да, светодиод? Да, это сам светодиод. Он расположен на... Вы посмотрели, да, сами, как собирается быстросветильник, насколько все это продумано, эффективно. Это вот высокопроизводительные рабочие места. Пока они еще под наши параметры не подходят, потому что заработная плата невысокая. Но выйдя на миллион светильников в год, я уверен, что они догонят и перегонят нашу среднюю заработную плату и войдут как раз в параметр тех высокопроизводительных рабочих мест, которые мы устанавливали. А директор пообещал? Ну, тут вопрос, вы знаете, самое главное то, что директор пообещал в этом году закончить программу инвестиционную и еще 60 рабочих мест. Вот это самое важное, потому что для Богородицка это очень важный момент. Ну и второе, конечно, это покупка этих светильников для наших целей, в том числе внутренние и наружные светильники. То, что может быть используется у нас при оформлении наших муниципальных образований. Значит, напоминаю, коллеги, что принято решение совместно с профсоюзами в нашей Литурской области, и мы сейчас работаем с союзом работодателей. С 1 июля 2007 года минимальная заработная плата в бюджетной сфере должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Я говорю о работе на ставку. Значит, соответственно, коллеги, я вас всех предупреждаю тоже о том, что те, кто руководитель бюджетных учреждений, либо главы муниципальных образований, которые не выполнят это соглашение с профсоюзами, могут принимать кадровые решения. Сколько же наши почтальоны и работники получать будут? 2 300, 3 900. И в каких условиях мы работаем? Даже страшно сказать. Почта у нас – это федеральное государственное унитарное предприятие, и там принят, насколько я знаю, целый план по реструктуризации почты. Я очень надеюсь, что в течение 2014 года всё-таки эта задача будет по решению вопроса по минимальной заработной плате будет решена. Они, к сожалению, у нас и по прошлому году эту задачу не выполнили. Но у меня влияние следующее, да, то есть это через трёхстороннее соглашение. Но Почта России, к сожалению, у нас не подписала трёхстороннее соглашение. Повлиять на них? Ну, буду встречаться с председателем правительства, потому что Почта России, я имею в виду, подчиняются ему. Буду поднимать тоже ещё раз этот вопрос. Я хотела бы, чтобы вы помогли отремонтировать нам школу. В протокол, пожалуйста. Бычкову 7 апреля мне доложить по комплексу МЕР и по этому образовательному учреждению. Понятно, да? Спасибо. 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 Спасибо.